Всем привет, это Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский и мы продолжаем серию видеоинтервью, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. Сегодня у нас в гостях Андрей Ярных, лаборатория Касперского. Привет, Андрей. Добрый день, приветствую. Ты достаточно известная медийная личность, на всех интернет-мероприятиях отраслевых участвуешь, представляешь компанию. Скажи, пожалуйста, вот с чего началось вот такое вот активное представление и себя, и лаборатории Касперского в общем открытом мире? Когда вообще все случилось? Ну, скажем так, моя достаточная степень активная работа с пространством сети интернет началась в 2001 году. Хотя, в принципе, я пришел-то в лабораторию Касперского из компании Порт.ру, которая в тот момент была, скажем так, была частью и потом в дальнейшем стала частью проекта Mail.ru. То есть, как бы некая такая преемственность от интернет-проектов у меня была с собой. Это оказалось востребовано лабораторией Касперского и, собственно говоря, мне было поручено заниматься развитием электронных продаж, интернет-продаж лаборатории Касперского в сети интернет. Это было достаточно интересный вызов для компании, потому что до этого коммерция ввелась только классическим способом, продажей коробок. Это только интернет-пространство, в котором нужно было осваивать и понимать, каким образом продвигать программные продукты, делать их интересными, привлекательными. Ну и, в принципе, нужно было решить необходимые проблемы, связанные с тем, как лицензию, уже в данном случае не коробку, а лицензию доставить до конечного пользователя, чтобы он, соответственно, ее принял, получил и дальше мог использовать без всяких ограничений. Интересная задача. Мы ее решали совместно с компанией Softkey в тот момент. Ну и это было связано еще с тем, что проекты, на самом деле, были очень интересные в сети интернета. Это все было вновь для нас. И мы так вот вышли на, соответственно, и на координационный центр домена РУ. Соответственно, домены пространства мы не могли никак обойти, потому что это было важным направлением. Вышли на РАЭК, вышли на РАЦИТ, то есть как бы вот эти организации, которые сейчас считаются уже можно назвать классическими для сети интернет, но тогда они были фактически молодые инициативные проекты, которые только набирали свой багаж активностей и проектов. И мы, в общем-то, совместно с некоторым удовольствием вписались в эти инициативы, потому что РИФы уже тогда шли вовсю. Мы к РИФам с удовольствием подключились, постарались привнести туда какие-то элементы образовательного с точки зрения информационной безопасности, соответственно, в повестку включить. Были интересные проекты, связанные с... Вот у меня, допустим, мне запомнилось, и он стал для меня определенной отправной точкой, это проект, связанный с антивирусом онлайн. Потому что тогда это был интересный вызов, надо было придумать, каким образом сделать онлайн-проверку файлов для пользователей. Мы это фактически рассматривали как инструмент продвижения. Попробуй купи, попробуй убедить, что у тебя там с одной стороны нет вирусов на компьютере, или на прикрепленных файлах, или в почте. А с другой стороны, если ты их нашел, то купи сразу, понятно, что мы сразу делали, только мостик перебрасывали. А если не нашел, то это ничего не гарантирует, что все равно можно дойти в сети интернет. Сети интернет достаточно на степени агрессивные. И тогда стояла задача сделать проект именно антивирус онлайн, который оказался неожиданно сложным. То есть я пришел сперва к нашим ребятам, сказал, ребята, есть такая идея, давайте сделаем антивирус онлайн. То есть это все просто. То же самое антивирус, но просто движок, который дает вердикты. Мне сказали, да, задача интересная. Ну, месяца полтора-два, это если тебе удастся доказать коммерческую целесообразность, а так фактически у нас там все расписано, и это все может через полугодика заходить. Я говорю, ребят, все понимаю, полугодика не могу подождать, давайте я попробую поискать это на аутсорсинге. И мы сделали этот проект фактически, по-моему, даже меньше, чем за две недели. По-моему, за неделю мы сделали совместно с Рамблером. Потому что Рамблер мне удалось заинтересовать, объяснить, что вот это, смотрите, как это здорово. Опять-таки интернет-тусовка помогала, потому что все друг друга знают, все тоже загорались в тот момент очень быстро идеями, словами, что типа, ух ты, а давай попробуем. И они фактически сами довольно быстро, сами для себя, мы предоставили там со своей стороны антивирусную составляющую, они со своим комплексом знаний по интернету написали такой вот антивирус онлайн, который на Рамбле достаточно долго работал, помогал пользователям, спасал их. Одновременно в параллель с этим, но это был не рекорд, на самом деле, две недели. На самом деле рекордом по антивирусу онлайн выполнил один из маргинальных ресурсов, который занимался чуть ли не порнографией у себя в этом самом. И мы тогда у себя подумали, еще долго думали, что имеет ли смысл связываться с таким маргинальным. Но кто-то из маркетологов сказал, что ребята, это же те, кто фактически ловит вирусы просто через одного. Вот эти всевозможные торренты, вот эти всевозможные скачивания сомнительные, это вот именно сомнительный контент, но пусть попробуют, если они такие смелые. И мы им тоже дали возможность написать, дали нашу антивирусу составляющую, они написали чуть ли не за полтора дня на сервере, но правда туда же повесили, на наш сервер попытались повесить спам-рассылку, которую мы убили сразу же, что называется. Они попытались свою value дополнительно на этом получить, но, тем не менее, несколько лет мы вот этот маргинальный ресурс защищали нашим антивирусом, просто исходя из того, что и им тоже нужна защита. Но, кстати, имея свой определенный интерес, потому что оттуда приходили пользователи и покупали лицензии. То есть они все-таки оказались не просто продвинутыми пользователями сети интернет, но они оказались и платежеспособной аудиторией, которая не просто покупала контент такой сомнительный в сети интернет, порнографический, но и покупала антивирус. Вполне себе добросовестно покупала антивирус, защищая свои рабочие места. Так что проекты такие, связанные с антивирусами, были на тех этапах довольно интересными, перспективными. И, в принципе, дали нам возможность продвигаться в сети интернет. Фактически получается, что в этом году не только двадцатилетие Координационного центра, но и фактически двадцатилетие твоей деятельности. Фактически мы стояли с 2001 года в компании, да. В течение вот этих прошедших двадцати лет ты был, так или иначе, рядом с Координационным центром. Чем для тебя тогда, в начале нулевых годов и сейчас является Координационный центр? А даже, может быть, больше эмоциональная составляющая? Что здесь? Ну, вот у меня первое такое впечатление, которое у меня осталось от общения с Координационным центром, но не первое, потому что потом оно многократно подкреплялось, на самом деле, это определенное чувство дружелюбия и партнерства. Потому что в тот момент, я помню, у нас был такой кейс, на самом деле он тоже не очень известный у нас в компании, мы чуть было не упустили домен Касперский. То есть у нас в какой-то момент, именно при передаче дел, забыли продлить этот домен. Человек, который там уходил, просто не передал свои дела. И мы в какой-то момент получили сигнал как раз от, я не помню, это был Координационный центр, ну, в общем, по доменному направлению получили сигнал, что у нас домен протухает фактически. То есть вот еще немножко и приостановится его делегирование. И если мы не продлим, то он может вообще освободиться дальше. Я помню, как мы тогда носились просто взмыленные, потому что срочно нужно было найти каким-то образом, пересылать деньги, вот просто на момент это сделать, чуть ли не наличку ввести, для того, чтобы продлить этот домен, чтобы он не ушел. То есть тогда уже домен воспринимался как ценность, и все прекрасно понимали, что упускать такие брендированные названия невозможно. Потом это многократно подтверждалось, потому что стали появляться новые домены, стали появляться новые доменные пространства. И встал уже вопрос о том, что компанию нужно защищать свой бренд в этих новых открывающихся доменных пространствах, возможностях. Там мы уже стали, соответственно, к этому относиться ответственно и, соответственно, стараться закрепить за собой хотя бы те основные, в которых мы видим перспективу. Сейчас, мне кажется, это просто уже невозможно, судя по тому количеству доменов, которые присутствуют вообще в разных доменных пространствах. Тем не менее, к слову «касперский» мы по-прежнему относимся трепетно. И стараемся в максимальной степени его защитить и воспользоваться правами преимущественного регистрации, предварительной регистрации и, соответственно, держать эти домены за собой. Как ты, как эксперт отраслевой, как специалист, в принципе, расцениваешь вот эту перспективу появления еще большего количества новых доменных имен? Ну, потому что сейчас идет разговор о новом окне возможностей для подачи заявок на NewGTLD. Как для тебя, для эксперта, не размывает ли это ценность вообще как таковых доменных именов? Размывает, конечно, размывает. То есть в тот момент, когда появилась там вторая или третья русскоязычная доменная зона, сразу же фактически произошло размытие ценностей первичных. Это понятно. Но, с другой стороны, открываются новые возможности для компаний, которым зачастую недоставлось этих доменов в первичной зоне. Для них появляется возможность как раз регистрации более целевых доменных. То есть как бы вот в своей индустрии, в своем пространстве, в котором они предполагают, что есть пользователи. Вопрос просто в том, насколько пользователи будут готовы в дальнейшем использовать именно вот такой механизм адресации, как доменные адресации. Потому что вполне возможно, что развитие сети интернет своей промышленной части вообще в какой-то степени отменит необходимость именно введения подобных вещей. Вполне возможно, это будет идти по каким-то другим параметрам. Может быть, в том числе люди просто подумают тогда о своих потребностях, а им сразу будет предоставлена возможность через интернет-интерфейс. Невзирая на то, правильно они написали или неправильно, в соответствии с их потребностями будет предоставлен определенный набор услуг, предложений, сервисов, может быть, даже зачастую не выраженных в написании, а выраженных только эмоционально. Понятно. А про тоже домены поговорим. Когда 10 лет назад, уже 11 лет назад, стартовал домен РФ, участвовал ли ты в гонке за интересными доменами? Что ты для себя регистрировал? Мы участвовали несколько раз как компания. Я даже не удержался и как частное лицо тоже. На самом деле, у меня бы есть некоторые интересные домены, которые я заегистрировал тогда. Потому что это был момент такого ощущения вновь открывшихся возможностей некого клондайка. То есть в тот момент у всех немножко горели глаза, все говорили, смотрите, это новая доменная зона, в ней появляются все слова доступные, все возможно, главное успеть, главное сформулировать и зарегистрировать. Поэтому это было интересно на самом деле. Мы со своей стороны, конечно, во-первых, с точки зрения компании, мы защищали те направления информационной безопасности, которые считали важными, все, что касалось брендов, но и соответственно регистрировали домены, которые были нам интересны. РФ было интересно, Москва было интересно и сейчас интересно, потому что у него открывается новое дыхание, тем больше на нем появляется и сервисов, и государственных услуг, и к нему больше внимания. Разные домены, домены цены тогда, когда они на самом деле начинают становиться популярными, потому что среди огромного количества вот этих вот расширений дополнительных, выстреливает на самом деле не так много. Выстреливают только те, которыми люди потом охотно пользуются. Вот ты сейчас участвуешь достаточно активно в работе координационного центра в качестве эксперта в разнообразных рабочих группах по разным направлениям деятельности, в том числе по группе, связанной с универсальным принятием. То есть это от кириллической почты заканчивая возможностью авторизации при помощи интернационализированных символов. На твой взгляд, есть ли у этого будущее и когда это будущее наступит? Ну, универсальное принятие – это некая мечта на самом деле. К ней все стремятся, но не очень представляют себе, как их достичь. То есть, на самом деле, это то, что все однозначно будут принимать любые символы, любая почта будет работать, любые языки. Это же не только про кириллическую на самом деле. Это такая трансграничная история. Это история фактически взаимного признания практически любых символов, используемых в написании доменных имен. История интересная, с одной стороны, и может быть необходимая. Движение в ней – все, а конечный результат сложно представить себе на самом деле, чтобы все все признали, вот именно так, универсально все приняли. Но сам процесс движения завораживает, это интересно. Конечно, много сложностей, и они, как правило, связаны с тем, что, на мой взгляд, все-таки это отдельные элементы таких признаний, они находятся в разных сегментах ответственности и принятия решений. То есть нет как бы централизованного такого сверху воли или централизованного правила того, что все должны. Сейчас реально все могут. А когда все могут, это немножко о другом. Да, это на самом деле могут, но не обязательно. Хорошо. А в завершении, что бы ты хотел пожелать Координационному центру на ближайшие 10 лет? Да я бы хотел пожелать не только на 10 лет, но и на ближайшее будущее. На самом деле Координационному центру оставаться всегда актуальным, оставаться всегда на остые проблемы. Мне кажется, это направление всегда важно, пока существует здесь интернет. Потому что пока существует здесь интернет, очень важно осуществлять взаимодействие, координацию. Вот именно так суть, которая есть в Слове Координационный Совет Домена РУК, Координационный Центр Домена РУК. Естественно, все это будет и важно, и востребовано. И хотелось бы пожелать, конечно, чтобы... Ну это и так, на самом деле, в значительной степени делается. Это вот то, за что нужно еще раз похвалить Координационный Центр. Это за большое внимание, за уделение внимания вопросам безопасности в сегменте, иноциальном сегменте Домена РУК, в частности проекта Мотоскоп, о котором я всегда говорю только хорошее, потому что он является замечательным примером саморегулирования и частного государства, или объединения коммерческих и некоммерческих организаций с единой целью. На мой взгляд, это те проекты, которые помогают избежать эпидемий в сети интернет. Поэтому я хотел бы пожелать Координационному Центру Домена РУК оставаться, координировать и, в общем-то, объединять между собой всю индустрию, связанную с сетью интернет. И дальше, и в будущем, и не только 10 лет. Спасибо большое, Андрей. С нами был Андрей Ярных. Это Координационный Центр. И мы будем продолжать. Спасибо. Всего доброго.